Спасибо. Итак, когда мы обсуждаем и в течение многих лет обсуждали меланомы, и в том числе метастазы меланом, общим местом было отметить радиорезистентность этих новообразований. И под этим утверждением на самом деле есть вполне определенная подоплёга. Если мы сравниваем такой критерий радиочувствительности, как Seville Fraction 2, а я напомню нашим слушателям, что это процент клеток в линейных, в линиях клеток, выживших после облучения с дозой 2-грей, так вот это один из важнейших показателей интринсинг, собственной радиочувствительности опухолей, у меланом действительно оказывается одним из самых низких. Он по радиорезистентности уступает только раку желудка, глиобластовому почечноклеточному раку, составляя в среднюю величину, вот по данным известной работы Дешаван, 0,51. То есть выживает после облучения фракции 2-грея 51% клеток меланомы. Но тут же надо отметить, что на самом деле меланомы очень гетерогенны. И при исследовании радиочувствительности различных клеток меланом этот диапазон оказался очень широким. И вот в данном случае приведены результаты целого ряда исследований, в которых включались десятки линий меланом. И вы можете обратить внимание на то, что вот это survival fraction 2 составляет от 0,4 до 0,73 в среднем. И хуже того, разброс внутри вот этих самых результатов громадный. Но вот в данном случае в работе самбады он составляет от 5% выживших клеток до 100% выживших клеток. То есть гетерогенность радиочувствительности меланом громадна. И тем не менее, накапливая клинический опыт, мы все чаще и чаще сталкивались с тем, что если не стандартные, то укрупненные режимы фракционирования при метастазах меланом работают очень неплохо. И в данном случае позволю себе привести несколько наших клинических примеров, демонстрирующих именно этот тезис. Остеолитический метастаз меланомы в ключицу. Размер достаточно серьезный. В основном мягкотканный компонент. Больше 100 мм. с приличным уровнем накопления. Облучение в режиме крупного фракционирования 6,5 грей ежедневно 4 фракции 26 грей. Через 6 месяцев очень серьезный клинический эффект, рассеянный как частичный эффект, но без дальнейшего прогрессирования. Следующий пример. Прогрессирование меланомы на фоне иммунотерапии с массивным поражением, множественным поражением головного мозга. С общим объемом очагов около 100 кубических сантиметров. Обращаю ваше внимание на то, что в данном случае речь шла об облучении всего объема головного мозга с разовой дозой 6,5 грей и до суммарной дозы той же самой 26 грей. Через 8 месяцев 97% регрессии. Еще раз подчеркну, это множественные метастазы при облучении всего объема головного мозга, а не стереотоксическое облучение отдельных очагов. Ну и, наконец, еще один пример. Метастаз меланомы в паховый узел. Объем более полутора литров. Распад. Массивная кровопотеря, сопровождающая, естественно, серьезной гипоксией. И надо сказать, что прогноз клиника радиобиологической в такой ситуации, ну, конечно, действительно просто отвратительной. И тем не менее, после лучевой терапии, в данном случае с разовой дозой, очаговой дозой 3 грей до суммарной 51 грей, через 6 месяцев мы получаем полный эффект. Этот больной потом в последующем погиб. Погиб через год. Но при сохранении полного эффекта в зоне вот этого очага, означает ли это, что действительно мы имеем дело с опхулями, которые прекрасно реагируют именно на крупное фракционирование? Но и здесь оказалось все не так просто. Действительно, великолепная работа Овергард. Это датская группа с авторами, которые продемонстрировали, что два режима под 9 грей 3 фракции, 5 грей 8 фракций дают чудесный эффект. Полный эффект у них был достигнут при облучении метастатических лимфоузлов меланомы почти 70%. Два режима эти не отличались между собой. Конефал сравнил крупнофракционные режимы, выяснив, что с разовой дозой более 5 грей мы получаем достоверно лучший эффект, чем режимы с разовой дозой менее 5 грей. И в данном случае частота полных эффектов отличалась достоверно. от 60% практически до 10% при разовой дозе меньше 5 грей. Но, к сожалению, в многих интересных иных работах подобных отличий не зарегистрировано. В том числе в исследовании РТОК-80, известном 83-05, когда не отличались режимы 4 фракции по 8 грей и стандартный режим 2,5 грей 50 грей. Хотя частота полных эффектов здесь была не очень высокая, порядка 25%. Не получили отличий и наши коллеги из клиники МЕЙО. В опубликованных результатах Оливера также не обнаружены заметных отличий от режима фракционирования. И мелкое фракционирование оказалось в данном случае не хуже. Как же нам в такой ситуации планировать свою работу, в том числе вычисляя ту самую важнейшую для нас величину альфа-бета-соотношений, соотношения, по которым мы, собственно, и рассчитываем эквивалентные дозы? С одной стороны, конечно, можно ориентироваться на работу Эвергард. Они рекомендуют величину 2,5, но обратите внимание, и здесь довольно широкий диапазон вот этих самых данных. Бенсон дает величину 0,6, а это, например, данные, которые представлены у нас в основной монографии в клинической радиобиологии, в том числе последнего издания. Данные Оливер – 10, данные Ровстад, и я немножко больше скажу об этой работе вообще, 12,5. Это очень интересная работа, норвежская работа, заслуживающая внимания, именно потому что протестировано 10 линий меланом в виде ксенографтов. И разброс альфа-бета-соотношений в этих 10 линиях громадный, от единицы до 33. И что еще важно отметить в этой работе, нет корреляции между альфа-бета-соотношением и временем удвоения объема, что для нас, казалось бы, было привычным. Мы считали, что чем меньше время удвоения объема, тем выше будет альфа-бета-соотношение, но вот этих корреляций здесь не найдено. Может быть, надо переформулировать вопрос иначе? Какова же сравнительная радиочувствительность метастазов меланом? И вот здесь мы позволим себе опереться на собственный опыт. Мы в течение многих лет реализовывали рандомизированное исследование, в которое сегодня включено 810 случаев крупнофракционного широкопольного облучения костных метастазов, опухолей самых различных локализаций. И в 11 случаях мы выявили метастазы меланомы. И сегодня представим результаты сравнительной радиочувствительности метастазов меланом и других новообразований. Распределение метастазов меланом по скелету было примерно таким же, как и при других опухолях. И в большинстве случаев это поражение скелета и поражение костей таза. Отличий в этом смысле не было. Мы использовали различные режимы фракционирования по 6,5 грей, 4, 3 или 2 фракции. На первом этапе использовали режим облучения ежедневный, через день или раз в 5 дней. Не выявили в целом эффективности, какого-либо из них большей. И поэтому в последующем все эти режимы анализировались вместе. Но поскольку локализация первичной опухоли не была базой рандомизации, то, естественно, среднее количество фракций могло отличаться. Но в данном случае среднее количество фракций, а правая табличка демонстрирует это, в среднем оказалось примерно одинаковым во всех группах. Так что большей лучевой нагрузки, в том числе метастазы меланомы, у нас не получили. Выяснилось, что в целом общая эффективность таких режимов фракционирования составляет 96% случаев. Это частота полного и частичного ответа. Полный обезболивающий эффект мы получили в 56% случаев, а относительную редукцию болевого синдрома – 80%. Ну и частота рецидива болевого синдрома оказалась сравнительно невысокой, составив 8,4%. Наиболее важными факторами, которые влияли на радиочувствительность всех практических метастазов – это при многофакторном анализе исходная выраженность болевого синдрома и локализация первичной опухоли. Вероятность полного стойкого обезболивания без проявления рецидива представлена в данном случае на этом слайде. Мы видим, что на самом деле вся когорта больных с постными метастазами неплохо разделилась на две подгруппы. Это группа радиочувствительных, у которых через год частота полных стойких эффектов составила около 60% случаев, и группа сравнительно радиорезистентных. К первой оказались отнесены метастазы меланомы, рака молочной железы, простаты, но в том числе и рака мочевого пузыря, и как неудивительно, сарком. А вот в группу сравнительно радиорезистентных попали рак толстой кишки, опухоли беспервечно выявленного очага, легкого и почки. И вот здесь в данном случае представлены признаки достоверности этих отличий, и для рака молочной железы и отчасти для меланомы они оказались достоверны. Мы попытались построить кривые радиочувствительности, зависимость радиочувствительности, опираясь на несколько факторов. Первый – это полнота, полная регрессия, и второй фактор – процент редукции исходного болевого синдрома. Получили при этом вот такую картину. Карциноид я сейчас не буду описывать, именно потому что количество наблюдений небольшое, хотя карциноид в данном случае, пнео, продемонстрировали самую высокую радиочувствительность. Но среди пациентов с числом поражений больше 10, меланома, именно меланома оказалась самой радиочувствительной. Мы построили графики шкалы относительной радиочувствительности по частоте полного эффекта. По частоте полного эффекта с учетом исходной редукции болевого синдрома. И в обеих случаях меланома оказалась самым радиочувствительным объектом. Метастазы меланом, костные метастазы меланом оказались самыми радиочувствительными. К ним же в группу попали метастазы сарком, рак и молочные железы, простаты. Построив, в конце концов, вот эти вот самые таблицы, мы считаем, что действительно среди костных метастазов меланома оказывается наиболее радиочувствительной. И к числу радиочувствительных опухолей относятся в данном случае метастазов костных, рак молочной железы, тела матки, простата, ну и мочевой пузырь оказывался на границе вот этих самых групп. Я еще раз подчеркну, что в данном случае речь идет, во-первых, о крупнофракционном облучении, а во-вторых, о крупнофракционном широкопольном облучении. Результаты стереотоксической лучевой терапии локальной могут оказаться несколько иными. Сегодня мы это не обсуждаем. Это в некоторой степени действительно сопоставимо с теми самыми данными интринсинг, радиочувствительности, когда мы сопоставляем не только survival fraction 2, но и survival fraction 5. Есть такие работы. И в том числе вот эту табличку мы построили на основании данных Национального института РАКа, у которых коллекция различных линий новообразований составляет около 60 случаев. Так вот, на самом деле, при увеличении разовой дозы до 5 грей, вернее, дозы до 5 грей, меланома перемещается с предпоследнего места при survival fraction 2 на третье место. И это означает, что действительно наше рассуждение о альфа-бета соотношении низком для меланом ниже, вернее, чем для многих других опухолей, в целом справедливо. Относиться абсолютно однозначно, позитивно к этим результатам не приходится. Хотя бы потому, что рак простаты, который у нас оказался наиболее радиорезистентным в группе SF2, остался таким же в группе SF5, что на самом деле не укладывается полностью в наши клинические представления. Но, тем не менее, в какой-то мере такие данные приходится учитывать. Я не могу не остановиться коротко, по крайней мере, на использовании лучевой терапии при метастазах с меланомом совместно с иммунотерапией. В основном, конечно, речь идет о комбинации с эпидемумабом в дозах 3,10 мг на метр квадратный. И вот что, наверное, стоит отметить в данном случае. Эти работы характерны тем, что там отмечались не только локальные эффекты, но и абскопл-эффект. И мы, конечно, не можем не обратить внимание на величину абскопл-эффекта в работах Гримальди, например, и Чандры. В первой работе частота абскопл-эффекта составила аж 43% частичного абскопл-эффекта. Во втором случае эта частота составила 36%. Это достаточно значимые величины для того, чтобы отбросить эти данные и забыть о них. Здесь приведены пары работ, где в единственном случае получали в том числе полный абскопл-эффект среди всех остальных метастазов данной опухоли. Например, при облучении печени у Хинкера в работе 2012 года. Это, конечно, одно из очень интересных направлений, касающихся лечения метастатических меланом. Ну и, наконец, о других факторах, влияющих на эффективность лучевой терапии меланом. Среди тех самых молекулярно-генетических факторов, которые проверяются, конечно, обязательно, БРАФ, НРАС и ПТЕН. БРАФ не повлиял на радиочувствительность, мутации НРАС не повлияли на радиочувствительность, а вот потеря гетерозиготности ПТЕН привела к снижению радиочувствительности меланом. Видимо, в будущем нам это надо учитывать. Среди работ, в которых отмечалось преимущество и недостатки сочетания лучевой терапии с иммунотерапией, выяснилось несколько интересных особенностей. Это работа Габани 2018 года. В первую очередь, эффективности, в том числе повышения общей выживаемости отмечено, если лучевая терапия начиналась раньше, чем за 30 дней до проведения иммунотерапии. Локализация метастазов именно в скелете оказалась той самой локализацией, при которых сочетание иммунотерапии с лучевой терапией приводит к повышению общей выживаемости. А вот напротив, при других метастатических поражениях иммунотерапия нередко давала лучшие результаты, чем сочетание с лучевой терапией. Ну и, наконец, эскалация дозы выше 5 Грея, по данным тех же самых Авергарда Конефала и нашим данным, приводит к повышению частоты локального контроля. И нельзя не отметить интереснейшие данные из последней работы, о которой я говорил в отношении Апскопл-эффекта работы Чандра. Там эскалация разовой дозы буст выше 3 Грей привела к снижению частоты Апскопл-эффекта. Это странные и непонятные сегодня данные, поскольку мы чаще всего Апскопл-эффект сравнивали, ассоциировали как раз с высокодозным, локальным, именно высокодозным облучением. Вот в данном случае получили прямо противоположные эффекты. Это, конечно, нельзя не учитывать. Ну и, наконец, выводы мы бы сформулировали следующим образом. Собственная радиочувствительность меланом отличается высокой гетерогенностью. Сравнительная радиочувствительность меланом повышается при эскалации разовой дозы в соответствии с величиной 2,5-3. И эту величину мы действительно сегодня используем как базовую при сравнении различных режимов фракционирования. Ну и, наконец, среди нового образования метастазирующих в скелет сравнительная радиочувствительность костных метастазов меланом одна из самых высоких. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.